Привет друзья, сегодня мы рассмотрим примеры использования Excel функции WPR, какие аргументы она использует и для чего применяется. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удалённым администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Когда вам требуется найти данные по строкам, таблице или диапазоне используйте функции WPR. Одну из функций ссылки и поиска. Давайте рассмотрим синтакс из функций WPR, где искомое значение, это значение для поиска, является обязательным параметром. Искомое значение должно находиться в первом столбце диапазона ячеек, указанного в таблице. Например, если таблица охватывает диапазон ячеек B3 и E15, то искомое значение должно находиться в столбце B. Искомое значение может являться значением или ссылкой на ячейку. Таблица. Таблица – это обязательный параметр, диапазон ячеек, в котором будет выполнен поиск искомого значения и возвращаемого значения с помощью функции WPR. Первый столбец в диапазоне ячеек должен содержать искомое значение. Диапазон ячеек также должен содержать возвращаемое значение, которое нужно найти. Номер столбца – это обязательный параметр. Например, номер столбца, содержащий возвращаемое значение. Интервальный просмотр – это необязательный параметр. Логическое значение, определяющее какое совпадение должна найти функция WPR – приблизительная или точная. Вариант истина. Предполагает, что первый столбец в таблице отсортирован в алфавитном порядке или по номерам, а затем выполняет поиск ближайшего значения. Этот способ используется по умолчанию, если не указан другой. Вариант ложь – осуществляет поиск точного значения в первом столбце. Давайте разберем на примере. Давайте рассмотрим, как по коду программы получить и вывести ее цену. Чтобы сделать это, я щелкаю на ячейку, где я хочу увидеть цену. Ввожу знак равенства, WPR и круглые скобки. Эти скобки будут содержать набор аргументов. Я введу H2 в качество первого аргумента, потому что в этой ячейке я собираюсь вводить код программы. Затем я ввожу точку с запятой и диапазон ячеек, содержащие данные, по которым нужно выполнить поиск. Вот этот блок данных. Коды программ начинаются в ячейке B3. Далее мы видим, что прайс-лист заканчивается в ячейке Е15, поэтому я ввожу B3 в двоеточие Е15, еще раз точку с запятой. Затем я ввожу число 4. Для функции WPR это означает, что значение, которое я хочу увидеть, находится в четвертом столбце слева, в диапазоне ячеек, в которых выполняется поиск. Другими словами, это четвертый столбец от кодов программы, которое мне известно. Ввожу еще раз точку с запятой, а затем ложь, что дает мне точное соответствие между кодом программы и ценой. Я нажимаю клавишу ввод, чтобы сообщить программе Excel, что все готово, и получаю сообщение об ошибке, потому что я не ввел значение в ячейку H2. Но когда я ввожу код программы, то получаю цену. Возможные неполадки. Неправильное возвращаемое значение. Если аргумент интервальный просмотр имеет значение истина или не указан, то первый столбец должен быть отсортирован по алфавиту или по номерам. Если первый столбец не отсортирован, возвращаемое значение может быть непредвиденным. Отсортируйте первый столбец по алфавиту или по номерам. Используйте значение ложь для точного соответствия. ND в ячейке Если аргумент интервальный просмотр имеет значение истина, а значение аргумента искомое значение меньше, чем наименьшее значение в первом столбце таблицы, будет возвращено значение ошибки ND. Если аргумент интервальный просмотр имеет значение ложь, значение ошибки ND означает, что найти точное число не удалось. Ссылка в ячейке Если значение аргумента таблица, номер столбца превышает число столбцов с таблицы, отобразится значение ошибки Ссылка. Значь в ячейке Если значение аргумента таблица меньше единицы, отобразится значение ошибки Значь Имя в ячейке Значение ошибки имя в части всего появляется, если в формуле допущена синтаксическая ошибка Проверьте расстановку знаков точек с запятой На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр, всем пока.